За всю ночь у нас все обои промокли, даже до сих пор видно, что вода идет. И вот здесь вот это, я не знаю, можно просто вырывать такие пузыри у нас. Квартира Анастасии теперь на 80% состоит из воды. Повсюду стоят ведра и тазы, вода здесь льется даже из лампочек. Рассказывает, с мужем не спали всю ночь, боялись, что может рухнуть потолок. Этим летом в домах на Волжской начали делать капитальный ремонт крыши. Кровлю сняли и на этом все работы прекратились. Жители уже шутят, мол, есть такая примета, если крышу вскрыли, значит скоро обязательно пойдет дождь. У нас как бы делают крышу, но и в итоге ее не делают, уже в месяца три. А эти говорят, которые делают нам, им за это не платят, они и не будут платить. Ну, вообще не сказали. До Нового года время есть еще. Вот только люди до Нового года ждать не готовы. И раз жалобы подрядчику уже не помогают, звонить решили в стройнадзор. В ближайшее время к ним пообещали прийти с инспекцией. И словно как по мановению волшебной палочки, спустя полчаса после того, как на место приехала наша съемочная группа, сюда приехали и рабочие. Привезли укрывной материал, но мы видим тут вот он даже дырявый уже местами. Собственно, им, видимо, и будут укрывать уже протекшие крыши. В аналогичной ситуации сегодня оказались и жители домов на Красрабе 86, на улицах Тимошенково, Кицхавели, Тобольское и на проспекте Свободном. Всего почти 30 домов по всему городу. Но топило сегодня не только дома, но и дороги. Например, вот здесь, на Заковском кольце, воды просто по колено. И такая ситуация здесь каждый год, откачивая, не откачивая, она все равно скапливается. Многие водители даже не решаются ехать и разворачиваются, и едут по другой дороге. Ну, а я пойду пока проверю, какая же здесь глубина. Ну, видим, что глубина тут на самом деле очень большая. Дальше я не пойду, иначе вода будет и у меня в сапогах. Но многие водители перед дорожными озерами уже не пасуют. Сказывается опыт, переплывать такие преграды им приходится уже не в первый раз. Поплывем сейчас дальше. А, вы готовитесь, чтобы... Да. Что нам делать еще? Каблер довязали, вентилятор привяжем и поплывем. Думаете, переплывете? А, то, первый раз, что ли. Промежуточные итоги борьбы водителей со стихией 2-0 в пользу последней. Одна машина, пытаясь объехать водные разливы, врезалась в опоры моста, вторая просто заглохла посреди лужи. Сегодня ночью моря разлились и на тех улицах, где в этом году меняли ливневку. Это железнодорожников, водопьяного и карамзина. Но уже к утру техника всю воду с дорог откачала. А вот на Мичуре на 18 море задержалось до самого вечера. Появилось оно прямо на дороге у подъездов и протянулось чуть ли не до следующего дома. Не выдержали первого осеннего ливня и новые качели на площади революции. Они просто разбухли и лопнули. Но, судя по всему, это все мелочи. Ведь мэрии говорят, все службы сработали оперативно. И как такового потопа-то и не было. У нас две категории оценки. Это удовлетворительно и неудовлетворительно. На сегодняшний момент я считаю работу удовлетворительной всех подрядных организаций. Вся ливневая канализация, которая была отремонтирована в рамках содержания уличнодорожной сети и ливневой канализации, она показала хорошую, эффективную и качественную работу. В эту ночь никаких особых сложных явлений с большим количеством луж, с подтоплениями не было. Но представления водителей, у которых в лужах глохли машины, и жителей, которых стихия в очередной раз застала врасплох, с мнением администрации почему-то расходятся. И сейчас единственная надежда для людей – это то, что компенсацию за испорченное имущество все-таки удастся получить. Тем временем дожди вернутся в город уже к выходным. Софья Питеркина, Виталий Суботин, Новости ТВК.